В Оренбурге 19.30 эфир продолжает новости ОРЕН-ТВ. С вами Наталья Голикова. Здравствуйте. О главных событиях вторника смотрите в материалах наших корреспондентов. И для начала коротко, что вы увидите в программе. Нанес более 14 ножевых ранений. Меру пресечения сегодня избрали обвиняемого в убийстве девушки. На работу сегодня вышли, но не все. Как обстоят дела на ЮМЗе. Ленинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела по факту ДТП. 2 августа в результате аварии погибли 2 человека. Удивительное рядом. В бывшем общежитии по адресу проспект Гагарина, 13А, не батареи обогревают жильцов, а жильцы обогревают батареи. Оренбург сплошной театр. Сегодня в мэрии рассказали, что для оформления города с новогодним праздником выбрана балетно-театральная концепция. А также о том, как будут работать торговые комплексы, рынки и общественные транспорты. Очередные эпизоды. В преддверии продления меры пресечения Евгению Арапову предъявлено новое обвинение. В этот раз его подозревают в получении взятки в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере. А также незаконном участии в предпринимательской деятельности. Информацию о ходе расследования опубликовал региональный следственный комитет. Как сообщается на сайте ведомства, установлено, что директор ООО статус лично дал, а глава города лично получил взятку в виде предоставления права на недвижимость. Проще говоря, в награду за покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и продажи объектов недвижимости на территории Оренбурга, мэр получил право на однокомнатную квартиру-студию стоимостью около 1 миллиона рублей и двухкомнатное жилье стоимостью свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Кроме новой статьи в отношении главы, по этому факту следствие инкриминирует и директору коммерческой службы дачу взятки. Помимо этого, в течение шести лет с января 2012 по август 2018 года, будучи главой Оренбурга Евгений Арапов, якобы через доверенное лицо, по сути, управлял коммерческой организацией ГОСТ. Фирма занимается тем, что предоставляет в аренду объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Оренбурга. И Арапов, имея свои денежные интересы, по версии следствия, всячески покровительствовал компании. Известно, что бывший мэр отказался от дачи показаний по выявленным преступным эпизодам. Следствием в суд направлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Евгению Арапову. К слову, судебное заседание по очередному продлению меры пресечения назначено на четверг, 6 декабря. Напомним, в преддверии предыдущего продления следствие также обнародовало новые факты преступной деятельности эксглавы. 2 октября стало известно, что у бывшего мэра, задержанного 14 августа, по подозрению в получении 400 тысяч рублей, директора компании «Уксинвест» Александра Ешова подозревают еще и в получении взятки в виде однокомнатной квартиры в строящемся доме на улице Терешкова. И добавим, как сообщается на сайте Следственного комитета, продолжается сбор доказательств в отношении бывшего заместителя главы Оренбурга по градостроительству Геннадия Борисова, который также обвиняется по двум коррупционным статьям. Однако он, в отличие от Евгения Арапова, находящегося на протяжении почти четырех месяцев в СИЗО, был переведен под домашний арест. И теперь к новостям о конкурсе нового мэра. С документами на выход конкурсная комиссия готовится к первому заседанию, которое состоится в среду. Напомним, прием документов на главу города закончился в полдень 23 ноября. Бумаги успели сдать 34 кандидата, еще двоих развернули из-за неполноты представленного пакета. Однако и те, кто сдал вроде бы все необходимые бумаги, рискуют до конечной процедуры не дойти. У конкурсной комиссии остались вопросы к полноте и достоверности представленных документов. А на работу с государственной тайной нужны кристально чистые сотрудники. Нередко была и путаница с имущественными документами. Под угрозой снятие с предвыборной гонки по этим причинам оказалось 27 из 34 кандидатов. Об этом сегодня сообщил член комиссии Игорь Вакушкин. К ним добавились и те, кто, вероятно, переоценил свои силы, самостоятельно решил сняться с гонки, добавил секретарь конкурсной комиссии. Окончательное количество и фамилии кандидатов станут известны уже в среду. Но уже сейчас известно, что это будут единицы. Приявлено обвинение в жестоком преступлении. Сегодня взяли под арест на время следствия 30-летнего оренбуржца, который убил свою девушку. Он нанес ей больше 10 ударов ножом. Кровавая расправа произошла 1 декабря в Южном поселке в доме обвиняемого. У убитой остался маленький сын. Некоторые детали этого уголовного дела озвучили в суде. По предварительным данным, трагедия произошла в поселке Южный в одном из частных домов. 1 декабря девушка приехала к своему бывшему молодому человеку в Госсе, где между ними произошел конфликт. На теле погибшей эксперты насчитали 14 ножевых ранений. Удары наносились в грудную клетку и живот. Тело девушки обнаружила сестра обвиняемого. Тот рассказал по телефону о случившемся и уже родственница сообщила о преступлении следователя. По подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Российской Федерации, который в ходе допроса в качестве подозреваемого признал свою причастность к совершенному преступлению. Обвиняемый в жестокой расправе сегодня предстал перед судом. Он не отворачивался от камер, ввел себя более чем уверенно. Тяжелеете, садянин? Да, конечно. Тяжелеете? А почему убили ее? Без комментариев. Известно, что убитый остался четырехлетний сын от первого брака. Сам обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, однако в целом характеризуется положительно. Работал вахтами, помогал семье. Но почему же тогда он решился жестоко расправиться с подругой? Преступление он совершил на фоне личных неприязненных отношений к потерпевшей. А говорят, все-таки на фоне ревности, да? Ревность присутствовала, поскольку они ранее встречались. Следователи просили оставить на время разбирательства обвиняемого за решеткой, так как он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Ленинский суд заключил под стражу мужчину. Избрать в отношении Беха Евгения Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу на 41 месяц 30 суток, то есть до 1 февраля 2019 года. Следователи не исключают, что обвиняемый употреблял наркотики и, возможно, они повлияли на его поведение в тот злополучный вечер. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, в каком состоянии был мужчина и погибшая. За жестокую расправу ему грозит до 15 лет лишения свободы. И теперь к ситуации на востоке области. Вышли, но не все. Официальный простой на Орском, Южноуральском машиностроительном заводе не продлили, но людей отправляют в индивидуальном порядке по домам. К тому же платить им будут теперь значительно меньше. Почему, узнали наши орские коллеги. Формально считается, что процедура, период простоя завершен, но массово работники пишут индивидуальные заявления. Прошу отправить меня в простой, поскольку нет возможности работать. Если по независимым обстоятельствам, то две трети именно тарифа оклада. И люди ждут, что получать они будут существенно меньше. Кстати, нечто подобное в свое время, я помню, было на Южурал-Никелькомбинате, когда тоже он закрывался и тоже пытались кризис признать форс-мажорным обстоятельством. Ну тогда это не очень прошло. А здесь вот, видимо, дают документы, которые, я так понимаю, это из коллективного договора. Отопление в двух цехах, где и развернется основная производственная деятельность, появилось. Остальные производственные помещения машиностроительного гиганта по-прежнему заморожены. По данным областного профсоюза, к работам не приступит почти каждый третий. Также сотрудники говорят, что одни в вынужденном отпуске будут находиться до 9 декабря, другие до конца месяца. Долг предприятия перед Газпромбанком по-прежнему больше миллиарда рублей. Энергетики требуют с должника свои четверть миллиарда. Исковые требования по-прежнему в арбитражном суде. Тем временем, к выполнению заказа почти на 2 миллиарда рублей заводчане приступили, хоть и в усеченном составе. Оренбургский транспортный сбор признален налогом на роскошь. Как сообщает российская газета, у нас в регионе часть владельцев автомобилей вовсе освобождена от взносов. Другие обязаны перечислять по 150 рублей за каждую лошадиную силу под капотом. Именно существующая градация ставок транспортного налога подразумевает, что владельцы дешевых автомобилей должны платить меньше, чем владельцы люксовых иномарок. Максимально 150 рублей за одну лошадиную силу. Чем больше разница, тем с большей долей вероятности можно назвать налог в регионе налогом на роскошь, отмечают авторы исследования. По этому критерию основными регионами, воспринимающими транспортный налог как налог на роскошь, стали Оренбургская, Свердловская и Калининградская области. Напомним, со следующего года в Оренбургской области будет действовать норма, обязывающая платить транспортный налог владельцев двух или более автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. Поправки в закон предложил губернатор, который утвердил региональный парламент. Кто виновен? Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по факту ДТП. Авария случилась 2 августа на Беляевском шоссе. Лада Приора после касательного удара в Хюндай буквально влетела под КамАЗ. Тогда погибли два человека. Смертельная авария произошла 2 августа в Южном поселке. В районе перекрестка Беляевской и Центральной Лада Приора лоб в лоб влетела в КамАЗ. Практически сразу легковушка загорелась, водителю и пассажиру выбраться не удалось. Водитель КамАЗа из машины смог выйти, а вот пассажир без посторонней помощи покинуть кабину не смог. Его увезли в больницу. Тогда наши корреспонденты смогли пообщаться с третьим участником аварии. Андрей Кривошеев на Хюндай выезжал на Беляевскую со второстепенной дороги. Первый удар Приора пришелся на иномарку. Ну я ехал с прилегающей территории, поворачивал, повернул практически уже на эту сторону. И откуда-то вылетела машина, то есть по встречке вот по этой стороне уже. Машина вылетела на скорости, я даже не понял откуда она взялась. То есть когда я выезжал, ее не было, ну там ближайшие 100 метров. То есть я не видел, как она набрала скорость, где она пролетала. И увидел только удар, почувствовал удар. А это кадры с видеорегистратора. Видно, как черная Приора едет в сторону Донгусской. Видно и само столкновение с иномаркой. Именно эти кадры и стали основанием для следствия. Считать виновным Андрея Кривошеева, отметила страна обвинения. Осуществляя маневр, поворот налево в направлении улицы Амурской не убедился в безопасности совершаемого маневра, отсутствии опасности для движения, а также помех другим участникам дорожного движения не уступил дорогу автомобилю «Ладо» 217030 «Ладо Приора» государственный регистрационный знак С-094-V83 под управлением водителя «Аразуманя», движущимся по проезжей части улицы Беляевска слева направо по ходу его движения, который в целью предотвращения столкновения вынужденно применил отвороту рулем влево, допустил столкновение с ним. Сам Андрей Кривошеев и его защита с обвинениями не согласны. Ссылаются на то, что скорость отечественной легковушки была достаточно высокой. Ссылаются и на экспертизу, которую проводил Санкт-Петербургский институт. Здесь сказано, что аварии можно было бы избежать. «Была проведена институтом автотехнических экспертиз в Питере, согласно которой мой подзащитный не виноват в данной аварии, поэтому мы данную экспертизу будем приобщать к материалам дела и будем ставить вопросы на значение повторной автотехнической экспертизы». На первом заседании просили только отца погибшего водителя. Следующее заседание назначено на 11 января, куда пригласили свидетелей смертельной аварии. Александр Жарков, Никита Плотников, Хорин ТВ. Сейчас прервемся на рекламу, она будет короткой, не переключайтесь. Мы продолжаем рассказывать о событиях, вот что увидите во второй части программы. Удивительное рядом. В бывшем общежитии по адресу проспект Гагарина, 13А, не батареи обогревают жильцов, а жильцы обогревают батареи. Искусство доступно каждому увидеть и услышать. Музей изобразительного искусства подготовил видеопроект для слабослышащих посетителей. Оренбург, сплошной театр. Сегодня в мэрии рассказали, что для оформления города к новогодним праздникам выбрана балетно-театральная концепция, а также о том, как будут работать торговые комплексы, рынки и общественные транспорты. Круглосуточный магазин стал последним пристанищем для двоих мужчин. В южном поселке в торговом павильоне обнаружили погибших жителей района 50 и 57 лет. Причина смерти пока не ясна, как и то, почему они длительное время находились внутри. Неприметный одноэтажный магазин с надписью «Продукты 24 часа». Затерялся в частном секторе напротив новых высоток. Торговые точки для местных жителей в так называемой шаговой доступности, но и соседи редко пользуются его услугами. Тут мы не покупаем практически. Я, по-моему, и дети тоже не покупают. Небогатый ассортимент. Нас встретил мужчина в камуфляже, а в самом магазине устойчивый запах гари. Газом отравились, что за трубку? Не знаю, даже не скажу. Меня попросили сейчас похоронить. Похоронить. Давайте не везем сюда. В магазин. Хотите на улицу, что хотите делать? Негостеприимный представитель торгового заведения очевидно лукавит. Причем нас еще раз убедили представители следственного комитета. 3 декабря 2018 года в магазине «Продукты», расположенном по улице Ямашево, города Оренбурга, обнаружены трупы двух мужчин, жителей города Оренбурга. В ходе осмотра места происшествия предварительно было установлено, что их смерть могла наступить в результате отравления авгарным газом ввиду нарушения эксплуатации газового оборудования. Трупы мужчин отправлены на судебное медицинское исследование. Следователям еще предстоит установить истинную причину смерти и провести доследственную проверку. Плащ батареи многоэтажки по проспекту Гагарина. Без отопления остались жители дома 13-я. Они уже длительное время вынуждены надевать теплую одежду и укрываться несколькими одеялами в надежде, что дома потеплеет. Но вместо этого из батареи потекла вода. На место отправились Алена Круглова и Сергей Завалишин. В комнатах очень холодно, а по стенам стекает вода. В таком состоянии сейчас находится квартира в доме 13А по проспекту Гагарина. Проблемы с батареями возникли еще в начале отопительного сезона, рассказывают жители. За весь отопительный сезон батареи были теплыми несколько раз. А сегодня в доме вообще прорвало трубы и этажи затоплены водой. Вода стекает по электрическим проводам, а это может привести и к замыканию электропроводки, беспокоятся жители. Жалобы их вполне понятны. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми. У меня внучка, вот сейчас она и в кофте, чуть не в шубе у меня. Что я еще могу сказать? И на пол не пускаю. Холодно, хоть и по вас постели. Что еще могу сказать? Халатное отношение. Да вот и все. Включили полностью отопление во всем общежитии. Моя комната вообще, в ней отопления нет с начала отопительного сезона. Следственный наш разводил руками и говорил, что у него все нормально, все в норме. У нас ледяные трубы дома находиться невозможно. И по коридору льется везде вода. Такие обстоятельства не позволяют жительнице даже закончить ремонт в своей комнате. Холод привел к абсурдной ситуации. Женщина греет батареи, чтобы они не промерзли. Чтобы батарея совсем не замерзла, чтобы на нее шло какое-то тепло. Вот, включая обогреватель, грею батарею. Нам удалось пообщаться с директором управляющей компании «Возрождение». Он рассказал, что на данном участке произошла авария. Специалисты уже ее устраняют. До конца дня во всем доме отопление должны подключить. Также директор добавил, что слесарь, обслуживающий этот дом, несколько дней назад уволился. Жители уверены, что если бы руководство вовремя поинтересовалось, как обслуживают специалисты дом, то этот вопрос мог решиться бы намного раньше. Реальность расходится с официальной статистикой. Речь о зарплате россиян. Независимая газета сравнивает данные Росстата и настоящим положением вещей. В статистике объявляют средний заработок 42 тысячи рублей в месяц. Хотя на самом деле ровно половина работающих граждан получает менее 26 тысяч. Эксперты делают выводы. Гигантские заработки у малой части самых высокооплачиваемых россиян сильно искажают общую статистику зарплат в стране. Только 4,4% россиян получают зарплату своей мечты в 100 и более тысяч рублей в месяц. Половина работающих жителей страны получает от 17 до 44 тысяч рублей ежемесячно. А каждый пятый работник получает 15 тысяч, показало исследование РИА-рейтинг. В 22 регионах более 33% людей зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Самые низкие зарплаты в Алтайском крае, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ивановской области. Самые высокие зарплаты у жителей северных регионов, например, в Ямало-Ненинском автономном округе, более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей. Высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге объясняются расположением здесь центральных офисов почти всех крупнейших российских предприятий и штаб-квартир иностранных корпораций. Росстаты и российские чиновники при этом в основном оперируют цифрой средней зарплаты по стране 42 тысячи рублей. Отчитываясь о ее росте на 10% в 2018 году, представляет, возможно, что именно в среднем благосостояние народа растет. А вот для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россияне хотят получать от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследований экспертов портала Суперджоб. Оренбург превратится в театральные подмозки. Балетно-театральная концепция выбрана определяющей в новогоднем оформлении города. Об украшении улиц и развлекательных и декоративных элементах, которые вот-вот увидят горожане, а также о работе торговых комплексов, рынков и общественного транспорта в празднике рассказали в мэрии. Подготовка к новому 2019 году началась едва встретили год теперь уже старый, 2018-й, рассказывают на брифинге. За месяц до празднований вышли на финишную прямую. Итак, новогодний Оренбург станет своего рода театральной столицей, так как наступающий год театра и балета. Тема, в общем-то, она и вращается вокруг уже заданного такого вектора в пространстве. И создали мы коллекцию баннеров. Мы их называем поздравительные открытки, такой посыл горожанам. Это баннеры 3х6 формат, которые в количестве 32 штук будут размещаться на основных магистралях города. Количество их маленькое. По сравнению с прошлыми годами это вдвое меньше. Разработана тоже сувенирная продукция, помимо баннеров. Это стикеры, мы их называем. Это совершенно модное явление в графическом дизайне. Оформление центральных улиц не только для украшения, но и для просвещения. На ярких баннерах будет красиво изложено главное об Оренбургских театрах. А в сквере у Дома Советов развернется настоящая сказка. На этот раз щелкунчик. Декоративные элементы будут стилизованы под это произведение. Идеи перенести место дислокации главной городской елки в этом году не реализовались. 12-метровая красавица, единственная вращающаяся в городе, останется на традиционном месте, которое в празднике собирают сотни оренбуржцев. Десятки софитов, километры криптолайта, гирлянды, мишуры, десятки тысяч светодиодов. Несмотря на 40-процентное сокращение финансирования партнерами, оренбуржцам будет чем полюбоваться, обещают в мэрии. Весь город у нас включается буквально с 15 декабря и парапетное освещение, и все световые элементы, которые в городе у нас существуют. Один из секретов, раскрою, что у нас в Северном округе появятся новые световые элементы, оформляется мост через улицу Терешкова. Общее количество елей по городу приближается к цифре 500. Нарядят свои елки и торговые комплексы. К слову, 31 декабря рынки и торговые центры обещают работать до последнего клиента, зато 1 числа устраивают себе выходной. Единственное исключение составляют наши развлекательные комплексы, я имею в виду киноцентры торговых комплексов. Большинство 2 января начинают свою работу. В городе 89 официальных мест торговли елками. Работать они также по традиции будут и 31 числа тоже. Трудиться во благо горожанам будут и транспортники. Работа автобусов и троллейбусов 31 декабря и 6 января продлевается на час до 24 часов. Ночью будет курсировать и дежурный общественный транспорт. В ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года муниципальным казенным предприятием Оренбургской пассажирской перевозки будет обеспечена работа на всех троллейбусных маршрутах, на автобусных маршрутах номер 20 и 21. И всем перевозчикам рекомендовано тоже обеспечить работу с закреплением по 2 единицы на каждом маршруте. Работа по подготовке к празднику будет продолжаться до самого его наступления. Окончится он традиционным новогодним салютом. 4 декабря – международный день посланий и заказа подарков Деду Морозу. По статистике, российский Дед Мороз получает около 3000 писем в год, тогда как заграничный Санта-Клаус более 1 миллиона. Уже сегодня ряд интернет-изданий публикует данные о том, что чаще всего россияне просят у новогоднего волшебника. Пишут письма не только дети, но и взрослые всех возрастов. В этом году у Деда Мороза россияне чаще всего просят благополучия. Женщины желают квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин – увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Многие мечтают о духовных ценностях, благополучии для своих родных и мира на земле. Дети просят у Деда Мороза гаджеты нового поколения, куклы, детскую косметику, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолеты и машинки на пульсе управления, а также железную дорогу. Есть и пожелание получить подарки для активного отдыха. Велосипеды, фигурные роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи. На Оренбургском главпочтанте установлен ящик для отправления Деду Морозу. За неделю дети и взрослые отправили в резиденцию Деда Мороза более 300 писем. Но даже те, кто не писал свои пожелания на бумаге, готовы устно просить подарков. Сегодня о желаемом на самый любимый праздник, мы спросили горожан на улице. Большинство проявило заботу не только о себе, но и о близких. Праздник, счастье, побольше денег, чтобы у всех было и у наших земляков, и у Оренбургцев, чтобы все было здоровье прекрасно, чтобы все хорошо, прекрасно жили. Здоровье главное, чтобы было. А материально оно так, сегодня есть, завтра нет. Счастье городу Оренбургу самое главное – хорошего достатка. Мира и добра самое главное – любви. Всего самого наилучшего в новом году, чтобы у всех было здоровье, самое главное – счастье, чтобы цены не повышали. Наверное, понижение налогов, чтобы он сделал в стране. Здоровье для всех и долгая жизнь. Побольше пенсий нам. Мира на земле. Да, мира на земле. Чтобы не было войны и здоровья всем. Увидеть и услышать музей из Оренбурга презентуют видеопроект для глухих и слабослышащих посетителей. Привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, отстоять их права во всех сферах общественной жизни – главная цель сотрудников музея. Искусство должно быть доступно каждому. Самый яркий образец парадного портрета – это портрет юного будущего императора Павла I. Ему всего лишь здесь 8 лет. Экскурсия для воспитанников Оренбургского экономического колледжа-интерната проходит практически в полной тишине. Речь экскурсовода спокойна и нетороплива. Слабослышащие посетители ловят каждое движение сурдопереводчика, подолгу разглядывают картины и иконы. К такой аудитории в Музее изобразительного искусства относятся с особым трепетом. Достаточно большой процент населения, который, на мой взгляд, достаточно обособленно живет. А в музее все-таки искусство, которое можно увидеть, посмотреть, его ощутить, постараться понять, вообще в целом прочувствовать. Мы как бы хотели, чтобы была гораздо более доступна среда, то есть более доступна среда была для всех категорий. Раз в месяц в Музее изо проходят благотворительные групповые экскурсии. Теперь и для индивидуальных посещений слабослышащих людей максимум удобств. Проект «Смотрю и слышу» – это видеоэкскурсия по постоянной экспозиции музея в сопровождении жестового языка. На большом экране или планшете подробно обо всем, что можно увидеть в залах – от древнерусской живописи до советского искусства. Раньше мы, когда посещали музей, переводчика не было. А сейчас вот более ясно, более интересно и доступно и понятно, про что картины, что и о чем. Подобные проекты практикуют сегодня большинство крупных музеев страны. Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех» расширяет свои границы и возможности уже второй год. В Оренбургском музее ИЗО рассчитывают, что люди с проблемами по слуху и зрению станут чаще приходить на выставки. Татьяна Штылер, Олег Штылер, Орен ТВ. И еще о праздниках. Большой праздник и начало настоящей зимы. Сегодня православные отмечают один из 12 самых важных православий событий – видение во храм Пресвятой Богородицы. С утра во всех храмах отслужили праздничные литургии. По преданиям, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о даровании им ребенка, дали обет, если родиться дитя, посвятить его служению Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители исполнили свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен, привели ее в Иерусалимский храм. Богородица легко поднялась по крутым ступеням, хотя была совсем маленькой. Наверху ее ждал первосвященник, чтобы благословить. Святому было откровение от Бога, предназначение Марии, поэтому он ввел девочку в святая святых, место, куда раз в год мог входить только первосвященник. После этого события Богородица росла и служила при храме, молилась и изучала священное писание. Праздник введения во храм приходится на рождественский пост, но в этот день православным разрешается есть рыбу. Считается, что именно на введение природа переходит в зиму. По этому дню народе судили о погоде на все зимние праздники в введении. Мороз – все праздники морозные, а тепло – все праздники теплые. Дорога в Дядький сад опасна. Водители некоторых автобусов позволяют вести себя неуважительно и грубо. Вот чем были недовольны горожане, но были заявки от жителей, которые готовы говорить спасибо. Мария Фирсова все подробно расскажет в рубрике «Дежурный корреспондент». Не заплатил – из автобуса не выйдешь. Сегодня Оренбурженко Арина ехала в автобусе 67 маршрута. У нее не было с собой наличных денег, только банковская карта, которая обычно расплачивается в общественном транспорте. Но в этот раз в автобусе 67 маршрута не оказалось терминала. Водитель просто швырнул девушку карту, которую она подала ему, и стал закрывать двери автобуса, когда она решила покинуть салон. Девушку зажала дверьми, и в результате она выпала из автобуса. В компании, которая осуществляет перевозки на 67 маршруте, пообещали разобраться и проверить эту жалобу. А если водитель действительно виноват, он понесет дисциплинарное взыскание. Опасная дорога в детский сад. По словам Ларисы Александровны, возле детского сада номер 133 очень скользко. Женщина уверена, если не принять меры, то скользкий путь может привести к травмам и детей, и родителей. Но заведующий детского сада утверждает, что возле образовательного учреждения все посыпано песком. Но, тем не менее, пообещала еще раз проверить дорогу возле детского сада. Людмила Петровна радуется, что есть маршруты, в которых еще не повысили цену. Она ехала в автобусе по 31 маршруту. Горожанка еще верит, что и другие перевозчики последуют примеру и больше не будут поднимать цены на проезд. Но напомним, большинство автобусов ездят по маршрутам с нерегулируемыми тарифами. А это значит, что перевозчики вправе менять их хоть каждый день. На этом все. Звоните дежурному корреспонденту, делитесь своими новостями. Мы ждем ваших звонков. Это еще не все новости на сегодня. В 23 часа подведем итог уходящего дня. Наши эфиры всегда можно посмотреть в Ютубе, а также на сайте Орин Дэй. А также читайте нас в популярных социальных сетях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА